Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти Российский Минпромторг предложил резко поднять планку стоимости авто, на которой распространяется повышенный транспортный налог. Если еще недавно речь шла о 5 миллионах рублей вместо 3, то теперь озвучивается цифра 10 миллионов. Причем новые правила будут действовать в отношении машин, приобретенных после 1 января 2022 года. В ближайшее время инициативу Минпромторга обсудит правительство. Кроме того, в марте должен появиться обновленный список авто дороже 3 миллионов рублей. Но в случае одобрения упомянутого предложения он будет носить лишь информативный характер. Трасса 101 Союз операторов техосмотра попросил ввести еще одно основание для обязательного проведения ТО. Это участие автомобиля в ДТП. Как заявили в организации, далеко не после каждого ремонта машину можно считать безопасной. Где-то ремонтники могли накосячить, а где-то владелец из-за финансовых соображений решил восстановить транспортные средства не полностью. Только тщательный и качественный осмотр может выявить скрытые недостатки. Хочется лишь добавить, как будто операторы никогда не закрывали глаза на проблемы с машиной за деньги. Трасса 101 По данным СМИ, российские автовладельцы уже столкнулись с резким подорожанием запчастей, которые для обслуживания и ремонта используются официальными дилерами. Не исключено, что в ближайшие недели возникнет дефицит комплектующих. Эксперты делают вывод волей-неволей, нам придется обращать больше внимания на неоригинальные детали из Китая. Главное, чтобы они были сертифицированы. Предложение из Поднебесной, надо сказать, огромное, поэтому надо будет, видимо, искать отзывы, спрашивать совета, чтобы вычислить более-менее приличного производителя. Трасса 101 Концерн Volkswagen и его часть, компания Skoda, объявили о прекращении деятельности в России и поставок автомобилей из-за границы. В Калуге до последнего времени выпускались Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В Нижнем Новгороде делали Kodiak, Karoki, Octavia плюс Volkswagen Taos. Информация о моделях на сайтах предприятий еще есть. Самый доступный народный вагон, седан Polo, предлагается по цене от 1 миллиона 72 с половиной тысяч рублей. Самая дешевая Skoda Liftback Rapid обойдется минимум в 1 миллион 51 тысячу. В реальности цены у дилеров намного выше. Трасса 101 А вот южнокорейские автомобили Hyundai, Kia и Genesis в нашу страну поставлять будут. Об этом заявили в Министерстве торговли Республики Корея. Дескать, транспортные средства, а кроме того смартфоны, являются продуктом массового потребления, и санкции на них не распространяются. Впрочем, свое слово еще должно сказать международное сообщество. Официальные заводские цены на Kia Rio и Hyundai Solaris сейчас начинаются от 985 тысяч и от 1 миллиона 5 тысяч рублей соответственно. Начальный ценник самого доступного Genesis, премиального седана G70 – 3 миллиона 245 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова